Один из них в кабинет князя Юсупова. Здесь, пока хозяин дворца с Распутиным сидели внизу в подвале, четверо мужчин, великий князь Дмитрий, депутат Пуришкевич, доктор Лазоверт и поручик Сухотин, изображали собравшиеся на вечеринку общество светских дам, подруг жены Юсупова. Почти три часа крутили граммофон, но пластинка у них была всего одна. Американский марш Янки Дудльденди, так по легенде. Еще одна дверь из зеркальной ловушки ведет на лестницу в подвал. Та самая неприметная дверь во двор, из которой убегал Распутин. Сейчас она замурована наглухо, и открыть ее невозможно. Юсупов в мемуарах напишет, что подготовил подвал специально для убийства Распутина. Сейчас в подвале музей. Сюда водят экскурсии. Здесь страшно, и женщин предупреждают об этом. Сделано вскоре после убийства Распутина. Куришкевич в своих воспоминаниях восторженно назвал подвал изящной бонбоньеркой, коробочкой для конфет. Действительно, кто-то из этого убийства сделал конфетку. Воспоминания Юсупова. На столе кипел самовар, и стояли тарелки с любимыми распутинскими лакомствами. На серванте поднос с бутылками и стаканами. Тяжелые портьеры из Красного Атласа спущены. В камине трещат боления. Кажется, что ни случись, толстые стены навеки схоронят тайну. Дневник Пуришкевича. Другая часть подвала, нечто среднее между гостиной и будуаром. С глубоким изящным диваном. Перед коем на полу лежала громадная, исключительной белизны шкуры белого медведя. Но подвал князь Юсупов, вопреки его уверениям, готовил вовсе не для убийства Распутина. Это больше похоже на тайное убежище человека, ведущего двойную жизнь. Днем семья, жена, ребенок. Ночью, в поисках приключений мужчин, через неприметную дверь на улицу выскальзывал бы переодетый женщина.